В тридцатке развитых село Дайндык Акаинского района вошло в справочный альбом 30 лучших сел. Проект реализовал к юбилею независимости страны общественный фонд Тулга Дустык. Почему село вошло в этот список, выяснила моя коллега Гюзель Закария. Разноцветные дома, ровные дороги, ухоженные улочки – так можно описать село Дайндык. После развала здесь насчитывалось всего 28 домов, сейчас их количество выросло втрое. Теперь Дайндык заслуженно можно назвать одним из перспективных сел области. В этом велика роль местного агрария. Биржан Шеймерденов ежегодно вкладывает в его развитие около 200 миллионов тенге. Из 5000 сел мы попали в тридцатку лучей. Это, конечно, радует. Во-первых, это труд наш, который мы годами строили, ремонтировали. На следующий год каждый дом будем подводить по асфальтированной дороге, чтобы машина выезжала со двора и сразу попала на асфальт, чтобы была чистота, порядок. Так, за последние годы отремонтировали школу и клуб для молодежи, построили медицинский пункт, мечеть и детский сад. В этом году возвели общественную баню, проложили дорогу до кладбища в виде полумесяца, в разработке же СТО. Изменениям сельчане только рады, признаются, с каждым годом условия в доиндыке все больше приближаются к городским. Родилась и выросла в этой деревне, школу окончила, затем в городе в колледже медицинском училась, в дальнейшем осталась в городе, после замужества решили с мужем приехать сюда. Условия хорошие, работа есть постоянная, вода проведена в доме, тепло в доме, отопление. Школа, садик, кружки есть. Живу здесь с рождения, работаю механизатором, в товариществе у Биржана Абдельмановича выдали дом. Считаю, что наше село по праву считается лучшим. Переехали неделю назад, уже устроилась на работу. Пока обживаемся, ждем господдержку. Село в целом хорошее, для детей все условия созданы. Однако в селе не только строят новые дома, но и сносят старые. На их месте вырастают современные новостройки. В одной из таких и расположилась семья Куанышевых. Заселились недавно, 18 августа. У нас раньше был трехкомнатный дом, но квадратура была намного меньше. На кухне и в зале было тесно. Сейчас же дом просторный, у внуков своя детская, кухня большая. На днях проведем канализацию. Помог построить дом с нуля Биржан Абдельманович. Очень довольна его работой. Большое внимание уделяет родному селу. Сыновья работают у него в крестьянском хозяйстве. В этом году товарищество построило еще шесть жилых домов. Два из них для переселенцев. Возводят в аграрии социально значимые объекты и в других населенных пунктах. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Рассвет и крытый ипподром в селе Бесколь Козылжарского района. Гюзель Закарьяк, Азбек Арыкбаев. Новости МТРК. Продолжение следует... Продолжение следует...